МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире обзор новостей на канале Ориен-ТВ. Стоит сказать, что на этой неделе широко обсуждались федеральные новости о освобождении Евгения Васильева и печальный экономический прогноз развития. Тем временем Ориен-Бужье жило своей жизнью. И вот какие события попали в поле зрения журналистов. До муниципальных выборов осталось ровно 20 дней. В разгаре активная политическая агитация, в которую вложены миллионы рублей. Но не все оренбуржцы до сих пор знают своих кандидатов. Возле 55-й школы дерево упало на линии электропередач. Что произошло накануне. Правда, до сих пор ситуацию никто не исправил. Продала алкоголь детям, получила уголовное наказание. Сегодня продавщица одного из магазинов города Оренбурга в Центральном мировом суде. О том, как будут наводить порядок в Бузулукском вору, забыв о самом главном в нашем эфире. Ворские опять отравились. В загородном лагере дружба. Плохо стало сразу нескольким воспитанникам. Детей в лагерь родители отправили на неделю. А когда приехали забирать, выяснилось, что у некоторых были явные признаки отравления. Наши ворские коллеги встретились с мамой пострадавшего ребенка. Директор лагеря дружбы Никита Сафин официально откомментировал ситуацию на портале городской администрации. Подтвердил, что в субботу действительно несколько ребят обратились в медпункт с жалобами на боли в животе. И медицинскую помощь дети получили. На следующий день, когда отдыхающие выезжали, вызвали бригаду скорой помощи. Медики отравление не зафиксировали. Орские медики отмечают, что обращения ни в тационар, ни в поликлинике не было. В управлении Роспотребнадзора также сообщили, что официальных данных о массовом отравлении нет. Поясняют лишь, что в одном из случаев вызова медиков в лагерь отмечено ОРВИ. А другой ребенок страдал заболеваниями пищеварительной системы. Похожая ситуация была две недели назад. Из Орского профилактория Евразия в больницу с рвотой и высокой температурой доставили шестерых детей. А плохо стало 30 отдыхающим. Но пищевым отравлением это не признали. Тем не менее, на контроль ситуацию взяли чиновники. А вот в конце июля в одном из кафе отравились гости двух свадеб. С острой кишечной инфекцией в больницу попали шесть человек. Кафе закрыли. А в суд передали административное дело в отношении руководителя точки общепита. Заучное знакомство провалилось. До муниципальных выборов осталось менее трех недель. Тем временем не все оренбуржцы знают, за кого голосовать. 40 депутатских мандатов Оренбургского горсовета, напомню, будут разыграны 13 сентября. На каждые из 40 кресел Оренбургского городского совета претендует почти 10 человек. Партии могут потратить на своих кандидатов до 5 миллионов рублей, самого движенца одномандатники до 300 тысяч. И тут кто во что гораст. Висят вот эти плакаты. Красивая женщина. Как говорится, мужчине не обратить внимания. Ну, на фотографии видела. А так, как я его знаю. Сегодня кандидаты больше предпочитают красоваться на плакатах. А ранее политиков избиратель знал лично в лицо. Вспоминает старейший работник городской избирательной комиссии. Муж с женой ходили специально прям по дворам, по квартирам и говорили, вот мы такие. Знакомились. Знакомились. То есть приходили лично, говорили, призывали. И вы знаете, он победил. Победил. Да они к нам вообще не ходят. И никакой пользы от них нет. Где-то возле подъезда какие-то встречи проводят. Ну, я думаю, это так для галочки. В итоге большинство избирателей, которые с сентябрьским воскресеньем все же дойдут до избирательных участков, скорее всего, поставят галочки в бюллетенях с десятками персоналей наугад. Процентов, наверное, 30. Он приходит на избирательный участок, смотрит, кто. И ставит, так сказать, ну, любому попавшему, как говорят, кандидатуру выбирает. Тем, за кого вот так, не задумываясь, отдадут голоса Оренбуржцы, предстоит ближайшую пятилетку издавать законы для более полумиллионного города. За тех, кто активно взялся за свою предвыборную пропаганду, уже взялся горосбирком. Взаимные жалобы кандидатов пачками ложатся на стол комиссии. Есть пермясные баннеры большие. Они устанавливаются, скажем, на перекрестки каких-то улиц. Как считать? Это конструкция, наглядная агитация, предвыборная агитация. Вот мы хотим сейчас внимательно рассмотреть этот вопрос, поставить уже точку. Потому что жалобы идут в промышленном районе, по мастерской партии, листовки на этих, на столбах. Электрических, на таких. Ну, вот мы и проверим. Сегодня только эта информация поступила. Я думаю, в ближайший день вам проверим. Ну, если что, будем немножко... Нельзя портить имущество. Нельзя. Ну, и согласовывайте. Последствия сильного ветра или кто должен следить за потенциально опасными деревьями. В это воскресенье днем рядом с 55-й школой во время порыва ветра дерево рухнуло на тротуар и зацепило линии электропередач. По счастливому случаю никто не пострадал. К слову, на место происшествия специалисты ответственных ведомств не спешили. Бушевавший в воскресенье ветер повалил дерево, что растет на территории школы номер 55. Беды чудом не случилось. Мимо никто не проходил. Клем повис на линиях электропередач. Прошло порядком времени, а убираясь последствия непогоды, никто не спешил. Я смотрю, никто не действует, не принимает меры. Эти деревья и раньше падали, потому что они уже переспелые, уже многовековые, поэтому надо же убирать их, отпиливать, отпиловку делать. Это просто недоработка УКХ, я считаю. Надо как-то тревогу бить, потому что, не дай бог, тут же и дети сейчас должны приходить, скоро 1 сентября. За деревья в ответе администрация школы. Как нам пояснили сегодня в управлении образования, завхоз совместно с директором должны вовремя выявить аварийное дерево. Два часа дня вчера упало дерево, он позвонил в доме 05. Заявку приняли сегодня, я вот пришел, пол восьмого звоню, а не заявка принята, пол десятого будет бригада, будет все, мы в курсе. Сейчас уже пол двенадцатого. Да, ну, у нас так всегда делается. На месте, как случайный прохожий, специалист администрации Северного округа. Юрий Червонный о ЧП не знал, пообещал устранить последствия стихии. Пиловка тут, в принципе, ничего роли не играет, она же не то, что там где-то есть. Просто внутри уже гнило, видите. Приедут люди, все обрежут. Не вопрос. А другие деревья проверят? Ну, здесь по школе проедут, потому что будет уже начинаться учебный процесс. Конечно, всех проверят. Правда, проверять все же надо было заранее, ведь на кону здоровье и жизнь детей и взрослых. Наталья Голикова, Петр Рукин, Орин ТВ. В Оренбурге, как и по всей России, из прилавков магазинов может исчезнуть бытовая химия известных компаний «Хенкель», «Проктер энд Гэмбл», «Колгит» и «Палмалев». Согласно лабораторным исследованиям, часть продукции не прошла проверку на токсичность и не соответствует требованиям безопасности. В Оренбургском управлении Роспотребнадзора информацию о данном факте подтвердили. В крупнейших ритейлерах «Метро», «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» уже начали измать продукцию, пишет газета «Коммерсант». В перечень товаров сомнительного качества попала импортная продукция, средства для мытья посуды «Ферри», «Платинум», увлажняющие молочко «Колгейт», «Палмалев» и другое. Также в списке оказались российские товары немецкой компании «Хенкель», кондиционеры для белья «Вернель», стиральный порошок «Персил» и моющие средства «Пемос». Данная продукция выпускается на предприятиях в Перми и Энгельсе. По мнению эксперта, аналитика финансовой компании «Маркетс» Дмитрия Лукашева, иностранные компании на российском рынке бытовой химии занимают примерно 75%. Возможно, именно поэтому их продукция привлекает внимание Роспотребнадзора. Также он считает, что рейды могут быть связаны с режимом экономических санкций. Письмо главы Роспотребнадзора Анны Поповой разослано в территориальное управление службы 28 июля. Информационное письмо пришло и в Оренбургское ведомство, но распоряжений по изъятию опасных для здоровья товаров пока нет. Продала алкоголь детям, получила уголовное наказание. Сегодня в Центральном мировом суде впервые в Оренбурге рассмотрено уголовное дело. Работая в одном из магазинов города, женщина-продавец снабжала местных подростков пивом и коктейлями. Людмила Бишева закончила 8 классов и вот уже много лет работает продавцом. За время освоения профессии успела попасться полицейским уже во второй раз. В 1999 году обманула клиента, а в феврале этого года продала коктейль подростку. Осуществила розничную продажу алкогольной продукции, пивного напитка, мартира и коктейль со вкусом вишени емкостью 0,5 литра по цене 67 рублей в количестве одной банки несовершеннолетней Фенагеевой 1998 года рождения. Сначала Людмиле выписали предупредительный штраф 30 тысяч. Наказ полиции подсудимая проигнорировала. Сотрудники решили вновь проверить непослушницу. Привели закупку и попали в точку. Женщина подряд продавала алкоголь двоим несовершеннолетним, за что на нее и возбудили уголовное дело. А паспорт не спрашивали? Нет, не спрашивали. На следующий день же так же на усаджалили тоже. Только мальчик там туда свалил. Интересное вообще совпадение, да? Вину признала, в содеянном раскаялась. Наказание мягкое, тем не менее, это должно стать уроком. Признать виновный в совершении преступления предусмотрено статью 151 прим. 1 УК РФ и назначить ей наказание в виде исправительных работ сроком 7 месяцев с удержанием дохода государства 5% и заработка. С лишением права заниматься деятельностью, связанной с продажей товаров, сроком на 7 месяцев. Таких добрых женщин, продающих алкоголь, подросткам хватает в каждом районе. Вряд ли кто-то из них задумывается о последствиях. Детский алкоголизм сегодня явление нередкое. Только в Оренбурге на учете у наркологов 400 подростков. Ольга Баканач, психиатр-нарколог, много лет работает с ребятами, как говорят, связавшимися с бутылкой. Говорит, что самое главное не упустить тот самый момент, когда ребенок только-только оступился. В основном это коктейли, в основном это пиво. То есть те напитки, которые, наверное, сегодняшний день перечисляются, перечисляются к суррогатам алкоголя. Бывает так, что и крепкие спиртные напитки употребляют. На улице более дешевый продукт – это самогон покупают, бабулечки продают наши. И в результате ребенок оказывается в реанимации. Попробовав раз, можно больше не остановиться. Не понаслышке. О проблеме пьянства знает Максим. Ему 17, в центре он новенький. Сегодня знакомство с остальными. Первый раз приложился к спиртному в 10 лет. За все эти годы признается, что пьет практически ежедневно. В основном пиво. В неделю раз четыре можно. А вот когда последний раз употреблял? Вчера. И вчера сюда попал, да, получается? Сегодня. Сегодня. Тебя родители привезли? Да, мама. Ну, как ты думаешь, получится у тебя справиться с этой? Я думаю, да, получится. Ну, что это такое? Это болезнь или так, прихоть просто? Ну, прихоть. Легко справишься, да? Ну, да. Сейчас в центре 13 подростков. Бывает и в два, и в три раза больше, рассказывают специалисты. К сожалению, статистика показывает, что с каждым годом число детей в группе риска увеличивается. Ольга Аксенова, Петр Рукин, Сергей Завалищин, ОРЕН-ТВ. Уборка делу не поможет. Завтра в Бузулукском бару намечается очередной масштабный субботник. Неравнодушные люди, представители СМИ, администрация района, а также те, кто в скором времени планирует добывать нефть. Тюменская компания, Антипинский нефтеперерабатывающий завод, все примут участие в уборке национального парка. Завтра Бузулукский бар будут очищать от мусора, бутылок и прочего хлама. В общем, постараются улучшить экологическую обстановку в национальном парке. Между тем, уже через день в Пресненском суде Москвы продолжится рассмотрение дела по заявлениям депутатов ЗАГСОБа Оренбургской области Владимира Новикова и Владимира Фролова. Очередное заседание назначено на 27 августа. Иск направлен в адрес Министерства природных ресурсов и экологии России о незаконном проведении конкурса на право разработки и добычи нефти в Бузулукском бару. Депутаты уверены, если работы все же начнутся, заповедник погибнет. Несмотря на то, что противников добычи нефти в бару было много, за полный запрет подобной деятельности выступает Российское географическое общество, в суд с иском, тем не менее, обратились только два человека. У остальных, по всей видимости, забота о национальном парке ограничивается только уборкой там пустых бутылок. До выборов в Оренбургский городской совет меньше трех недель. Как показывают опросы оренбуржцев, за кого голосовать, горожане понимают с трудом. Одномандатники и списки партийцев, масса листовок в почтовых ящиках, концерты во дворах. А встречами избирателей и продвижением программы действий этим кандидаты себя не слишком утруждают. Как проходила предвыборная кампания 10 и 25 лет назад, сегодня мы говорили с теми, кто о выборах знает не понаслышке. Любовь Токмакова прошла путь от депутата районного масштаба до городского избранника. Говорит, агитировать за себя не приходилось. Ее хорошо знали в округе как директора школы и потому доверяли решению проблем. В отличие от нынешних кандидатов, повсеместно устраивающих концерты, свою работу видела в реальной помощи. А в новостройках в это время как раз шла газификация, люди были без газа. И очень сложно было, кто-то печку сносит, а газ не дошел и уже зима наступает. Но тогда не было у нас вот этих 10 миллионов на руках, которыми можно было распоряжаться. И поэтому я ходила, просила спонсоров, чтобы помогли этим людям. Галина Писаревская – народный депутат первых демократических выборов. В городской совет избиралась на пятилетний срок в апреле 1990 года, а через три года совет распустили. Выборы проходили в два этапа, начиналось все с 12 человек на место, вырвалось в лидера с перевесом всего в один голос. Никто меня не знал вообще, кто такая я, Писаревская Галина Самсоновна, ну преподавала в фармучилище, кто меня знал. Поэтому я ходила почти в каждую квартиру, в каждый дом и рассказывала о себе, говорила, что я хочу, почему я хочу участвовать в этих выборах. Шла я с борьбой за то, основные какие наши требования – свобода. И, конечно, рынок развивать, частную собственность, борьба со всеми старыми устоями, которые с распределительной системой. Лозунги той предвыборной кампании, говорит Галина Писаревская, актуальны и теперь. Выборы нынче формальные, без выбора. От демократических партий, всех, кто выдвигаются, их уже на уровне подписей, уже идет дискриминация, потому что не допускают, чего только не придумывают. Экс-депутат Виталий Соколов также уверен, доверять сегодня некому. На подъезде в течение нескольких дней висело объявление о том, что там от коммунистов какой-то военный баллотируется в областной совет. Нет, такого института вообще не существует, а он туда баллотирует. Но ведь вот тоже опять тот человек, который разбирается, прочтет все это, увидит, что же, соответственно, отношения появятся. Ну что же я к тебе пойду навстречу, если ты даже не знаешь, куда ты баллотируешься. Непонимание населением, хода предвыборной кампании, формальное отношение к выбору депутатов складывается еще и потому, что сама система претерпела значительные изменения. Кто-то идет по партийным спискам, кто-то идет сам, самый выдвиженец, кто-то идет от организации. Непонятно это, народу это непонятно. Вот если выбирали в 2000 году 13 человек депутатов на весь город, и каждый из них был известен, а каждому из них рассказать, а 13 это легче рассказать, чем 39, то там было все понятно. Осенние выборы в городской совет, уверены, экс-депутаты не принесут сюрпризов. Важно, чтобы народные избранники пришли туда принимать нужные горожанам законы, а не только для решения хозяйственных и политических вопросов. Татьяна Штылер, Анастасия Шахмут, Сергей Завалишин, Орент-ТВ. Вот уже несколько лет несколько семей из поселка Приуральский не могут получить положенное по закону жилье. Все подробности расскажем в нашей программе. До холодов и дождей еще есть время, и жители надеются, что сотрудники тепловых сетей все же приведут придомовую территорию в порядок. Оренбургские ястребы-слэш-хоккеисты вернулись с очередных соревнований в Москве, на этот раз с полной победой. ЧП в Новотроицке под угрозой обрушения жилой дом, в котором между четвертым и пятым этажами провисло межэтажное перекрытие. Накануне из трех подъездов в пятиэтажке по улице Советской эвакуировали 75 человек, в том числе 18 детей. Уже выселяли один раз пятый подъезд. Поставили подпорки на лестничной клетке. Вся лестничная клетка до пятого этажа, все в подпорках. И так ходили люди, ходили, все обваливалось, все валилось у них, все обои падали. А прито эту не сделаешь, она кривая. Разве ее прямой сделаешь? Жители рассказывают, что дом уже давно вызывает опасения. А во вторник, по требованию специалистов МЧС, в восемь вечера они покинули свои квартиры. На пятом этаже начали ремонт и заметили, что бетонная плита провисает. Шестиподъездный дом, 1971 года постройки, в нем 90 квартир. На месте происшествия работает оперативная группа Новотроицкого гарнизона пожарной охраны, администрация города Новотроицка. Проведены укрепительные работы данного провисшего межэтажного перекрытия. Но основные результаты будут известны после того, как пройдет экспертиза строительных конструкций. В трех подъездах отключили электроэнергию и газ. Везде сотрудники полиции. На четвертом и пятом этажах сейчас идут работы по укреплению стоек. Есть специальные экспертные организации, аттестованные, аккредитованные на данные дела. Вот только они вынесут окончательное решение. Есть угроза для жизни, для обрушения зданий и так далее. А вы говорить пока еще рано. Известно, что нуждающимся будет предоставлено жилье, скорее всего, в общежитии. О капитальном ремонте дома пока решение не принято. Состоянием жилищных условий обеспокоено и в другом населенном пункте. В поселке Приуральский новые дома для переселенцев из ветхого жилья, по мнению людей, так же опасно, как и старые. Таунхаусы построены с явными нарушениями и меньшей площадью, говорят переселенцы. У них возникает вполне резонный вопрос, почему до сих пор люди вынуждены рисковать своей жизнью и здоровьем. Наталья Голикова разбиралась в проблеме. В новые таунхаусы несколько семей должны были переехать еще прошлым летом. Однако, как выяснилось, жилье построили меньшей площади. Но и это оказалось не самым возмутительным. Когда переселенцы увидели коттеджи не на бумаге, а наяву возник вопрос, как вообще здесь жить. Крыша прогибалась, и там, кроме как, потолок сделан у нас, получается, из горбыля. Снизу просто натянут натяжной потолок и сверху наложен утеплитель. Пол также выполнен не по проекту. Там также пять слоев, а там всего сделали стяжку и постелили линолеум. У меня есть договор социального найма. У меня имеется ордер от администрации Сельско-Совета о том, что у меня есть 36 метров. Они мне построили 2, 4 и 5. Я должна пересечься четверо. По решению суда у нас трехкомнатная квартира. Решение суда было в ноябре месяц, и строительство у нас началось в декабре. Ну вот, двухкомнатная квартира. В итоге четыре семьи отказались от такой поддержки государства. Сейчас они вынуждены ютиться в ветхих бараках, которые, между прочим, построены еще в начале 20 века. И здесь безопасность под вопросом. У людей есть на руках решение суда. Также проходила прокурорская проверка. Была и независимая экспертиза. Но, тем не менее, дело с мертвой точки так и не движется. Глава сельсовета говорит, что до сих пор идут судебные тяжбы. Оскар Абилов признает свои ошибки. Но, тем не менее, мало чем может помочь людям. Трем семьям, кроме семьи Губченко, придется либо смириться с качественной площадью, либо продолжить жить в старых бараках. У нас этап 14-15 продолжается. Строится шесть домов трехквартирных на 18 семей. К сожалению, не все же по площади подходят и по количеству комнат. Вот в чем беда. Это один вопрос. И есть у нас, так скажем, две квартиры, которые подходят. С одной мы уже переговорили. Как бы получили отказ, то есть человек не хочет. И сейчас буквально приезжает он с фахты, хозяин непосредственно, наимодатель. Он будет с нами иметь встречу и попытаемся его уговорить. Если вариант этот произойдет, естественно, мы вносим изменения в программу и Губченко просто передвигаем на 14-15 этап, а этому человеку предоставляем эту квартиру. Тем не менее, в этом деле еще не поставлена точка. Люди намерены и дальше добиваться справедливости, а точнее получения качественного жилья. Отступать от своей позиции не намерен и сельсовет. Наталья Голикова, Петр Рукин, Орин ТВ. Без светофора невозможно перейти улицу Цвилинга. В Южном один из дворов после ремонта труб так и остался неблагоустроенным. Что случилось, смотрите в одноименной рубрике. Одно лечим, другое калечим. Хорошо, когда прокладываются новые трубы, но после этого было бы неплохо навести порядок. А что об этом думают жители дома номер 6-2 по улице Амурской? С июня месяца раскопали, меняли трубы. И до сих пор, короче, у нас не заделано ничего. По просьбе нашей на телефонные звонки они начинают отнекиваться, что некогда, материала нет, рабочие на другие объекты засланные. Пыль, все это летит в окна, неприятно подойти, пройти мимо, некомфортно нам. Здесь бы все раньше было, вишневый сад. Посмотрите, что сейчас здесь. Одни обломки. Люди годами это выращивали, ухаживали. А сейчас что? Тут маленьких детей у нас. И эти дети прибегают сюда, играют с нашими, и наши дети с ними на велосипедиках катаются. И действительно женщины с этими колясочками ездят. Ну, неприятно. Я не знаю, что они хотят этим добиться. Может быть, ждут, когда наступит зима, чтобы ничего не делать, и до следующего года. Но мы так этого не оставим. После завершения работы частичное благоустройство было проведено сразу же, то есть весь необходимый минимум был сразу же выполнен, окончательное благоустройство будет завершено где-то в течение двух недель. Все благоустройство останавливается так, как было до начала работы. Мы едем по улице Цвилинга. Из-за реконструкции Рыбаковской светофор там отключили. Теперь расстояние между пешеходными переходами около километра, а точнее 900 метров. Согласитесь, путь не близкий. Светофоров нет, пешеходного перехода нет. Так, посмотрел налево, посмотрел направо. Помех нет, прохожу, по переходу. Некоторые притормаживают, некоторые едут. Очень сложно вообще. С детишками, с маленькими больницами рядом. И вообще очень сложно. Выждал, когда проедут машины, куда прошу. Едешь и опасаешься. Смотришь, где остановка, где пешеходный переход, какой-то грузовик. Всегда притормаживаешь, чтобы никого-то так... Кто-то не выбежал, кто-то не выскочил. Куда идти нам? В нашем возрасте ноги болят. Нам надо покороче. Очень нужен светофор. Ждем, чтобы его поставили. В управлении по организации дорожного движения администрации города Оренбурга пояснили, что в этом случае обеспечением безопасности для пешеходов должны заниматься подрядчики, которые сейчас ведут работы на улице Рыбаковской. Заместитель генерального директора компании «Ремдорстрой» пообещал, что уже завтра на пересечении улиц Свилинга и Рыбаковской появится знак «Пешеходный переход». На родину с победой. Команда Оренбургские ястребы по слэдж-хоккею вернулась из столицы с победой в открытом кубке города Москва. За лидерство бороются четыре команды, но ни одна из них не сломила наших земляков. Ни столичные фавориты, ни соперники из Удмуртии. Как и добивалась победа, об этом спортсмены рассказали нашим корреспондентам и, конечно же, продемонстрировали трофей. Турнир проходил второй раз. Прогресс налицо. В прошлом году команда из Оренбурга заняла четвертое место. Упорные тренировки и желание стать лучше возвело спортсменов на пьедестал победителей. Первую игру мы сыграли со звездой. Город Москва. Впервые в истории нашего клуба обыграли их 3-0. Вторую игру мы играли с Белыми Медведями. Тоже город Москва. Команде мы проиграли по булитам 1-0. Вторую игру. И третью финальную игру играли с клубом Удмуртия. И тоже первый раз в истории нашего клуба. Обыграли их в финале со счетом 2-1. Михаил Чекмарев признан в турнире самым ценным игроком. А Дмитрий Козловский лучшим вратарем. Моя команда меня поддерживает, помогает. Это благодаря им. Я второй год становлюсь лучшим игроком этого турнира. Ну, лучшим вратарем. Хоккей – это командный вид спорта. А самому там очень сложно. В слэш-хоккее играют настоящие герои. Люди с ограниченными возможностями, но очень сильные и духом, и телом. Вот этот вот кубок завевал вся наша команда. Молодцы вообще. Бились все достойно, все с отдачей. Все практически под шайбу ложились, когда были опасные моменты. Битва там была очень серьезная. Так что мы серьезно к этому подошли. Да и мы вообще ко всем играм серьезно подходим. Вот. И поэтому будем дальше также биться. Попасть на Европу, а в первую очередь занять призовые места на чемпионат России. И поедем сейчас в Чехию. Там доказать то, что и там Оренбург лучше. Оренбургская команда настроена решительно. Спортсмены уверены в себе. Уже в начале сентября ребята едут в Чехию. Обещают сломить европейцев и обязательно привезти трофей из-за границы. Слэш-хоккей в России появился всего пять лет назад. А в Оренбурге этот вид спорта пришел в 2013-м. Спортсмены осваивали все с нуля. А теперь уверены, их ждет большое будущее. Ведь стремление, энергии и силу хоккеистов хоть отбавляй. Ольга Аксенова, Дмитрий Григорьев, Оренбург. Дмитрий Григорьев. Борьбу за Блевловский бой. Рейнбургские депутаты продолжили в столичном суде сегодня. Пресненский районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу иска Федеральному министерству природных ресурсов, который разрешил возобновить добычу нефти в уникальном национальном парке. В поселке Светлый из года в год маленькие дети остаются без дошкольного образования. Местные мамочки никак не добьются детского сада. Какие легенды таится Биаринбок? При вере Дня города мы расскажем все тайны и вымыслы. Сегодня в обед из Мол Армада эвакуировали всех посетителей. Людям сказали покинуть помещение без объяснения причин. Спор за Абазулский борт продолжился сегодня в столичном суде. Пресненский район и суд Москвы приступил к рассмотрению по существу иска оренбургских депутатов к Федеральному министерству природных ресурсов, разрешившему добычу нефти в уникальном национальном парке. Пустить нефтяников в Бор – это равнозначно с вынесением ему смертного приговора. Ученые сделали тревожное предупреждение. При выкачке нефти падает пласт воды, вода уходит и Бор высыхает. Бор погибнет, высохнет и 100-метровый слой песка, это пустыня, появится на территории нашего Оренбургского края и всего Поволжского региона. Кроме неутешительного заключения ученых, депутаты представили на рассмотрение суда и юридические аргументы. Но мы не ждали просто решения суда. Мы, естественно, готовились, готовились сами, готовили те документы юридические. Это обоснование, почему мы отстаиваем и возражаем против организации добычи нефти в Базулузском бару. Представили широкий круг свидетелей. Там больше 20 человек и достаточно разного уровня рангов, начиная от министерств, депутатов, специалистов и так далее. Есть определенные сложности их привлечения, потому что полторы тысячи километров до Маска. Судебные тяжбы могут затянуться на несколько месяцев, но Оренбург создаваться не намерен и готовы дойти вплоть до Верховного суда. Речь о защите Базулузского бора идет не первый год. Но лишь единицы из представителей областного парламента подали иск к Федеральному министерству природных ресурсов и собрали около 15 тысяч подписей оренбуржцев. Остальные, вероятно, боясь испортить отношения с властью, предпочли стратегию невмешательства. Несколько сотен детей в Светлом из года в год остаются без дошкольного образования и воспитания. В поселке Сахмарского района уже 17 лет нет детского сада. Единственным местом для знакомств друг с другом и совместных игр стала местная площадка. Сегодня мамы, папы со своими чадами собрались на ней не самыми добрыми намерениями. Разговор состоялся не из приятных. Людей выслушала Ольга Аксенова. Это бывший детский сад в Светлом. С 1998 года он не функционирует. Другого места для малышей в поселке нет. До ближайшего 18 километров. Большая проблема. Хотя население большое. И детей очень много. И детский сад обязательно нужен. Несколько лет назад, лет 5 или 6, мы были в школьном собрании, значит, и нам также пообещали детский сад. Уже дети давно мою школу закончили. Сейчас вот маленький ребенок. И просто невозможно куда-то ее определить. Невозможно. Нам детский сад нужен вот так. Но мы занимаемся с ними дома, но это не то. Они вот одни сидят друг с другом, два брата, а с другими детьми они вообще не общаются. Естественно, таких денежных средств в бюджете Светлого сельсовета нет. Поэтому мы обращались также в администрацию района, так как там занимается отдел образования. Писали письма на Берга, на губернатора Оренбургской области. И как всем жителям нам только отвечают, что да, будет тогда-то садик, да, планирован, да, документы подготовлены. В газете написали в Сахманских вестях у нас две недели назад, что садик, они ждите, до 2020 года раньше не построили. Нам необходимо на это время строительства, возить детей в садик Сакмарский, улыбка. Нам любезно предоставили места. Встает ребенок в 7 часов утра и в 9 только домой приезжаем. Утром встаем, я его отвожу, приезжаю назад домой. Выходит у меня очень накладно. Поэтому мы хотим, чтобы нам предоставили транспорт для доставки детей туда и обратно. Я ездила два года в садик. Маме, папе было тяжело меня возить. Я хочу, чтобы моему братику построили садик, чтобы он ходил туда. Ему там было весело. В отделе образования Сакмарского района сообщили, что все это время на строительство сада не было денег. И вот не так давно средства выделили. Строительство запланировано на этот год. Проект здания готов. Оно будет рассчитано на 90 детей. Но вот строить теперь пока некому. В ближайшие 10 дней конкурс среди желающих будет объявлен уже во второй раз. Пока же малышей готовы принять два детских сада в Сакмаре. О транспортировке малышей сейчас решается вопрос. В отделе образования говорят, что и не догадывались о существовании проблемы. Сами жители молча возили детей за десятки километров. Проходит процедура согласования маршрута. Так как подвоз детей с поселка Светлый до села Сакмара порядка 25 километров, мы проводим процедуру согласования маршрута подвоза детей до школьного возраста в детские сады села Сакмара. Это будет где-то к концу сентября. Вот так вот уже все согласовано. И мы начнем подвоз детей осуществлять на период строительства детского сада в поселке Светлый. В местном отделе образования пояснили, что сейчас проблема в техническом обслуживании автобусов, которые будут возить детей, нет специальных кресел. Также малыши должны ехать в сопровождении родителей. Сейчас нюансы согласовывают сотрудниками ГИБДД. Вопросы о транспортировке решаются уже в течение месяца. Оренбург хранит в себе немало загадок и тайн. В преддверии Дня города мы решили вспомнить самые знаменитые истории. Наталья Голикова узнавала, какие легенды и предания, связанные с нашим городом, больше похожи на сказку, а какие действительно основаны на реальных событиях. Пожалуй, самая знаменитая легенда о подземных ходах Оренбурга. Когда-то на месте, где сейчас находится сквер у Дома Советов, находился Казанский кафедральный собор. Храм простоял 37 лет, а после был взорван. Якобы когда до священников собора дошел слух, что готовится уничтожение храма, наиболее ценные вещи и реликвии ими были перенесены в тайно выкопанные подземные ходы. И там замурованы. Конечно, если читать описание утвари этого храма, то там, конечно, встречаются именно очень ценные моменты, тем паче, что этот храм считался именно центральным собором всей губернии. Правда, пока захоронения никто не нашел. Поговаривают также, что торговый центр Атриум рядом решили строить не просто так. Это разговоры, легенды о том, что люди знали об этом и надеялись найти там какие-то сокровища. Когда не нашли их, то и Атриум, в общем-то, перестал существовать. Существовало ли в действительности церковное золото или нет, доподлинно неизвестно. Но это не последняя история про Казанский собор. В советские времена, естественно, по заказу о дискриминации русской православной церкви, появилась книга автора, и название назвать не хочу, которая утверждала, что вот у кафедрального собора, который стоял здесь, вели подземные ходы напротив так называемый доходный дом, который некоторые считали публично. Подразумевалось, что священники, спустившись из собора, ходили туда по девочкам. Но на самом деле никто никогда этого не показал и не видел. Многие горожане называют башню исторического музея Оренбурга крепостью. И в этом есть доля правды. На месте нынешнего музея некогда была гауптвахта. Ее стены до сих пор хранят таинственные надписи-инициалы. Гауптвахта – это помещение для содержания военных под арестом. По поверью, после выхода с гауптвахты каждый должен был оставить свои инициалы на кирпичной стене. По преданию, это предохраняло от последующих штрафных санкций. Но также достоверно неизвестно, что таят эти надписи. Пожалуй, самая будоражащая история – это привидение в медицинской академии или здание бывшего Неплюевского училища. В 20-е годы прошлого столетия, когда страной захлестнул голос, здесь расположился детский дом. Именно воспитанники приюта впервые заговорили о таинственном привидении. Наверное, именно поэтому после ликвидации детского дома здание долго пустовало. Позднее здание передали военным и восстановили. В годы Великой Отечественной войны его заняли воспитанники Сталинградского Суворовского училища. Охранники рассказывали, что слышали девичьи голоса, причем ночью. Но мы потом обнаружили, что это было так. Девочки приходят на экзамен рано утром, их не пускают. Там холодно. И тогда они придумали найти какую-то аудиторию, договориться с лаборантом и заночевать в этой аудитории, чтобы утром быть на экзамене первыми. Вот они и так и сделали. Ночью, конечно, девчонки есть девчонки. Они выскочили, похохотали, спрятались. Скорее всего, что дежурные и слышали как раз этот хохот. Легенда о привидении обитающем стенах старинного здания живет и по сей день, особенно у студентов. Видимо, как один из способов подогреть интерес к учебе. Кина не будет, электричество кончилось. Эта фраза из фильма «Джентльмена удачи как нельзя лучше подходит к истории оренбургских режиссеров». Сегодня в России отмечается День кино. Свою историю праздник берет с 27 августа 1919 года. Очередного декрета Совнаркома о национализации кинодела. Особой помощи от государства и меценатов киношники не видят и сегодня. Оренбург богат местными спилбергами, но виден спонсорами. В этом убедился Александр Криволапов. Андрей Скопинцев стал кинорежиссером всего в 16 лет. Молодой человек вдохновился произведением Андре Бурбюссен. Нашел команду единомышленников и снял 15-минутный художественный фильм о любви с бюджетом всего в 20 тысяч рублей. И то он ушел на транспортировку, на питание, потому что мы снимали буквально сутками, не выходя из квартир, и на аренду места. И все же, по мнению автора, фильм удался. Презентация в одном из крупных кинозалов год назад вдохновила молодого режиссера. Люди выходили, они плакали. И это было главное. Я хотел увидеть именно те эмоции, которые меня вот это произведение вызвало. Однако в широкий прокат фильм не пошел. Андрей Скопинцев удовольствуется лишь интернет-просмотрами. За год, говорит молодой человек, на сайт с его картиной заходило около 100 тысяч римбуржцев. Но молодой человек не теряет надежды и уже написал свой собственный сценарий на полнометражный художественный фильм о психологической драме подростков из богатых семей. Без денег кино снять можно. Тяжело в России, что к этому относятся очень скептически. Все хотят получить какую-то прибыль со всего. Игорь Юрченко, в отличие от Андрея, замахнулся на большое кино. Но сам написал сценарий криминального детективного триллера «Темная сторона». Суть вся в том, что у каждого из нас есть «Темная половина». Фильм о нас, о людях, которые живут в нишнее время. Режиссер замахнулся даже на звездную плеяду актеров, но уперся в банальные проблемы с деньгами. Сценарий «Темная половина» ждет экранизации уже третий год. На октябрь прошлого года, когда мы снимали тестовую сцену в Гулливере, то есть у нас бюджет составлял, по моим подсчетам, 12 миллионов рублей. Был инвестор, который был готов вложить деньги, но, к сожалению, экономическая ситуация не только в стране, но и в мире складывается так, что инвестор счел невозможным свое дальнейшее участие в этом проекте. Игорь Юрченко все же не теряет надежды, что его картину увидят в широком прокате, но убедить спонсоров в том, что кино – один из прибыльных видов бизнеса, у него пока не получается. Тем временем еще один местный режиссер Вера Армагольд снимает уже четвертый фильм «Чудесники». Три предыдущие работы «Остров Цикат», «Пятница» и «Электричество», хотя и не стали достоянием широкой общественности, пусть далеко не в первых строчках, но все же дошли до Кан и Международного кинофестиваля в Южной Корее. Другие оренбургские мастера кино только ждут, когда придет их звездный час. Александр Криволапов, Сергей Заворишин, Варен ТВ. Сегодня из Мол Армада были эвакуированы все посетители. В два часа дня людям велели покинуть здание без объяснения причин. Работа торгового центра была парализована. В МЧС сообщили, что поступил звонок о заминировании. С первой галереи нас эвакуировали. Вот стоим, ждем. А кто вас? Как говорили по громкой связи? По громкой связи, да. Вы не испугались? Как вообще ваш? Мы сотрудники, то есть мы уже привыкли, что здесь происходит эвакуация, может быть, учебная. Среди людей паники не было. Все спокойно и организованно подчинились требованию покинуть здание. Осложняло ситуацию полное неведение. Посетителям никто не пояснял, что происходит. Никаких комментариев. Ну что он сказал? Никаких комментариев. Сотрудники армады ждали продолжения рабочего дня. Посетители тоже не расходились. Все надеялись, что торговый центр вот-вот откроют. Но этого не происходило. Входы в армаду оцепили. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и ФСБ. Известно, что здание осматривали кинологи с собаками. Проверка здания на присутствие взрывчатых веществ продолжалась три часа. Около 17.00 двери торгового центра открылись для посетителей. Полицейские устанавливают лично и звонившего. Известно, что заложенные сообщения об акте терроризма по 207 статье Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет, либо штраф до миллиона рублей. Добыча нефти в Бару остается разрешенной. Пресненский суд города Москвы отказал оренбуржцам, в удовлетворении иска к Министерству природы России. Дело, которое ожидалось будет рассматриваться долго, неожиданно быстро закончилось. Накануне суд провел заседание по существу с требованием запретить добычу нефти на территории национального парка. Выступили депутаты областного парламента. Владимир Фролов присутствовал на заседании и выступил с речью, опираясь на исследования ученых. Одним словом, разрешение на добычу нефти в результате погубит национальный парк. Напомним, конкурс на добычу нефти был проведен в начале года и выиграл его антипинский нефтеперерабатывающий завод из Тюмени. В целом, судебное рассмотрение было поверхностным и неточным, как со стороны самого суда, так и со стороны ответчика, добавил Владимир Фролов. Суд не исполнил свое уже решение, потому что, когда мы 20 июля были в суде, то суд принял решение и обязал Роснедры представить эти приказы, которые от нас скрываются. Это 738, 739 и 40, которые назначало проведение конкурса. Вчера ничего так и представлено не было, мы неоднократно об этом говорили. Ни одного ответа я от представителей министерства, которое бы говорило мне по сути вопроса, я не получил. В течение 10 дней инициативная группа намерена подать апелляционную жалобу на решение Пресненского суда Москвы. Пятый раз в первый класс. Речь не о второгодниках, а о семье из Новосергиевки. У Ведяшевых семеро детей, свои и приемные. В первый класс они поведут уже пятого из них. Что изменилось за это время и чего стоило собраться в школу, это мы сегодня выясняли с оператором Петром Рукиным. Сейчас уже стало я спокойнее, конечно, первое было прям вот, как-то я волновалась, а сейчас я уже спокойно, уже уверенно, все уже не боюсь. Первый ребенок из семьи Ведяшевых пошел в школу 15 лет назад. Сейчас старшая дочь живет в Оренбурге, получает второе образование и собирается замуж. За это время в первый раз в первый класс пошли Аня, Настя и Ваня, а теперь вот собирают Олю. В этом году у нас еще очередная первоклассница. Вот такая форма у нас красивая. В свои 6 лет Оля, как и все первоклассники, уже умеет читать, писать и считать. Это когда первую Татьяну вели в школу, могли позволить себе об этом не думать, говорят Андрей и Екатерина Ведяшевы. Теперь же полный комплект должен быть не только в портфеле, но и в голове. Как цивилизация меняется, и дети по цивилизации меняются. У них вот, они вроде маленькие, а они настолько уже все это быстро, шустро соображают. Чтобы в раз не опустошить семейный бюджет и не ввязываться в разрекламированные кредиты на сборы к школе, к учебе Ведяшевы начинают закупаться с весны. Вот одна проверочная работа, вот она 110, вот просто одна вот тетрадка, не первая, не вторая часть, вот одна тетрадка, 110 рублей. По наследству здесь мало что передается. Школьная программа так быстро меняется, что некоторые учебники просто приходится выкидывать. Благо дети аккуратные и форма может сгодиться не на один год. Когда в первый класс у нас родили, мы покупали. То есть ты в этой форме еще в первый класс, да, ходила? Да. Сейчас не сложнее, сейчас просто дороже. В этом году, конечно, было очень. Вот мы купили Оле первый класс, Ване третий и Насте второй класс, просто вот эти рабочие тетради, которые идут. Вот на 5 502 рубля вот я купила, просто рабочие тетради. Сейчас в маленьком доме Ведяшевых к первому сентября все готово. У каждого из пятерых школьников свое рабочее место. Система подготовки уроков и взаимопомощи отработана до мелочей. Детей на своих и приемных здесь неделя, а рассчитывать привыкли только на себя, но и на благотворительные фонды. Единая Россия сказала, Шакурова, по-моему, да? Был у нее на контроле, все, года прошло, даже никто ничего не позвонил, никто не сказал. Несмотря ни на что, 1 сентября для семьи Ведяшевых настоящий праздник, и в ближайшие годы он не закончится. Здесь подрастают еще два будущих школьника – Денис и Степан. Эта неделя завершается. Впереди новая семидневка и начало нового учебного года. Это событие, как другие важные темы, обязательно найдут свое место в наших новостях. Будьте с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова